Приветище! Это Рафт. И сегодня мы наконец-то зайдем в город. Настоящий город, только под куполом. Уверен, мы там найдем много всякого интересного. На улице уже смеркает, но я взял с собой фонарик. Открываем вот эту дверцу. Мы внутри. Фу, тут тараканы. Так, погоди, походу нам уже нужен фонарик. Вот так-то лучше. Какие странные тараканы. Надо быть на чеку. Надеюсь, что крыс здесь нету и улов сюда не добрался. Спрыгиваем. Тихонечко. Взял с собой две бутылки воды на всякий пожарный. Ну и куча жрачки. Город большой, кто знает, сколько времени я здесь приведу. Конечно же, взял все вооружение. Так, кафетерий. Может, там есть что поесть? Пойдем, зайдем. Какая винтовая лесенка. Роскошная. Давненько я таких не видел. А, черт! Крысы! Мутированные крысы! Значит, улов и сюда добрался. Скотина! Этот улов все загадил. Получается, что в этом городе нет живых. Скорее всего, нету живых, потому что улов и здесь всех заразил. Я почти дошел. Нам сюда, потом вот сюда. И вот он, кафетерий. Так, а если я туда пойду, то я выйду к генератору. Ого! А кафетерий тут такой зачетный был. Большой. Ой-ой-ой-ой! Я слышу, я слышу, я слышу! Чертовы крысы! Ого, смотри, какой! Я таких крыс еще не видел. Моя копье сломалось. Какой-то очень жесткий, имитированный крыс. Нашел записку. Давай почитаем. Разъясним, что тут у нас. Капитан Тули приказал гнать на пределе двигателей. Мы пытаемся обогнать флотилию плотов или что-то в этом роде. Реактор перегревается. Я сообщил в башню, но Тули плевать. Надеюсь, Ханни, у тебя дела получше. Значительно получше. Рупен. О, Ханны. Мы где-то же про нее слышали. Точно, точно, точно. Ханны была вместе с Улафом на яхте. А Рубен, получается, остался в этом городе. Поэтому он и пишет, что, надеюсь, у Ханны дела получше. А это говорит о том, что яхта заплывала сюда. Или она отсюда отплыла. Это была ее начальная точка. И крысы появились на яхте, по всей видимости, отсюда. Деталь для генератора. Возьмем, пригодится. Сколько тут хламе. Опа, еще одна крыска. Поменьше. Маленькая. О, тут еще и плантация добавилась. Это круто. Но сзади есть дверка. В которую не пробраться, потому что дверь закрыта с другой стороны. Идем тогда в хранилище. Посмотрим, что у нас тут есть. О, еще одна штучка для генератора. Пойдет. О, смотри. Управление краном. И там же генератор. Пойдем-ка посмотрим, что мы тут можем сделать. Ёлки-маталки. Это что? Мы тут контейнеры будем переставлять, что ли? Крутяк. Оно работает вообще? Ах, не фурычит. Надо завести все это дело. Предмет какой-то. О, стыпленый с кокосом. Готовый картофель. Огонь. У меня есть парочку деталей. Где-то у меня книжка. Что я вообще подобрал? Две детали. Ну, давай попробуем их сюда поставить. Раз. Четыре. И еще одной не хватает. Надо ее найти, чтобы запустить генератор. Кокос и арбуз. Шикарно. Сколько тут запасов-то? Ваня, еще объездки какие-то подобрал. Давай-ка мы их затестируем. Ну, в принципе, чуть-чуть голод утолило пойдет. Я только сейчас обратил внимание, что вот эта лестница вела на плантацию. И нам до нее как бы теперь уже не добраться. Вот она, эта последняя деталька. Туда идет проход, значит, мы идем в обход. Обход сработал. Ну, все, вставляем ее сюда. И генератор заработал. И теперь мы сможем управлять краном. Система работает. Читож, давай попробуем. Что нам тут вообще нужно сделать? А, так вон. Вон в тот проход нам нужно попасть. Поехали. Вот эту штучку нам нужно поставить, наверное, сюда. Потом вот это вот мы... А, так не получится. Да, через верх. Вот это тогда сюда. Вот этот убираем. Ставим туда. Проходик есть. Туда можем пройти. Давай-ка мы подвинем вот этот вот ящик. Сюда. И вот этот теперь. Вот сюда. Что-то жрать от всего этого захотелось. Давай супчика бахнем. Это та еще лобудня. Потому что пока ты туда-сюда вот так вверх-вниз мотаешься, на видео это, наверное, будет выглядеть как блюантина. Ну все, я, кажется, нахимичил. У меня получилось. Вроде бы как. Е-е-е. Вот такую вот штуку замудрил. Пойдем попробуем. Единственное, у меня фонарик сел. Поэтому... Надеюсь, что мы выйдем на свет. Ого-го. Мы прошли. Мы здесь. Е-е-е. О, чертеж. Что там написано? Водопроводная труба возьмем. То есть по тем трубам, которые у меня ранее были, вода течь не может. Ладно, фиг с ним. Давай почитаем, что в записке. Двигатели все. Люди наверху уже возмущены ничтожными пайками. Теперь мы во власти, Болн. Платы на горизонте приближаются с каждым часом. Я запечатываю реактор. Капитан пусть говорит, что хочет. С тобой, Хане. Мне было бы намного проще. Слушай, может быть, они не погибли здесь. Они просто пересели на платы эти, которые приближались к городу. И свалили с него. Да и все. Нам теперь в ту сторону. О, снова крыски. Крыськи. О, наземный доступ. Ну, в смысле, подъем на землю. Пу, блин. Наверх. Ой-ой-ой. Рано я, походу, обрадовался. Ну, нифига себе, тут топит все. Топит. О, открылась дверка. Она была до этого закрыта. Бежим, скорей. Че, че, че? Ух, как топит-то. Ёлки-маталки. Куда мне выбираться? Где проход? У меня вот эту штуку надо одеть. Меня спасают здесь воздушные карманы. Если бы не они, я бы здесь уже давно вздохнулся. Я запутался в этих тоннелях. И не смог найти выход. Хотя, походу, есть выход. Слушай, почему бы нам... Ха, отсюда вода вся слилась. Ну, че ты, давай, взбирайся по лесенке-то. Да ладно, ты не можешь по лестнице взобраться? Серьезно? Есть у меня идейка доплыть до плантации. Ого! Действительно, тут тоже все потопило. И мы сейчас сможем... Да! Подняться по лестнице. Нормальненько так, воды вытекло оттуда. Давай посмотрим, что у нас здесь. Есть записка. Почитаем. Сверху слышны крики. Когда капитан открыл огонь по рафтерам, поднялся бунт. Некоторые подержали тули, другие отказались выполнять приказы. Маленький плод заплыл в шлюз. Но на борту был только ребенок. Думаю, его родители заболели. Бедный малыш ничего не рассказывает. Тангоруа обречен. Мы сматываемся, Рубен. Погоди. А это не тот ли ребенок, который сделал робота? Потому что координаты у них были, так что... Как знать. У нас есть вариант пойти к плантациям. А есть вариант открыть вот этот шлюз. И посмотреть, что там. Ага. А, погоди. Это мы короткий путь открыли. Все ясно. Тогда идем к плантациям. Надеюсь, что там огромные, большущие грядки, на которых растет всякая-всякая всячина. Ну, или, по крайней мере, росла. Ой-ё. Ну, да, грядки тут есть, и тут растет всякая-всячина. Но электричество... Это очень опасно. Значит, у нас есть промежуток, через который мы можем вот так вот... Хопа, пробежать. Ага. И все нормально. Остается только понять, куда бежать. А это что? А это клубника, что ли? Погодите-ка. Погодите-ка. Клубника. Обалдеть. А вон там записка есть. Давай туда прыгнем. Есть записка. И что это? Изолента. Ну, или клейка-лента здесь она называется. Посмотрим, что в записочке. О, нет-нет-нет-нет. Вся экосистема уничтожена. Я которую неделю предупреждал капитана Тули. Контракт не позволяет мне рассказать никому другому, и это меня терзает. Банановые деревья не дадут достаточно плодов. Не говоря уже о паразитах, до конца года нас ждет голод. С любовью, садовник Юхан. Ну, короче, понятно. У них тут катастрофа в плане еды. И поэтому капитан посадил всех на пайки. Смотри. Клейка-лента. Три штуки. Требуется, чтобы мы это замыкание предотвратили. Пойду еще искать клейка-ленту. Уверен, она тут где-то рядышком. Давай зайдем сюда. О, еще одна ленточка. Я тебя как раз искал. И вон еще одна. Прыгаем. Ай, ай, ай. Ударила немножечко. Пощекотала. Пяточки мои. Бежим, бежим, бежим. Опа. Я вот еще что думал. Я же клубнику собрал. Вон она у меня внизу. И да, семечки клубники у меня тоже есть. Я теперь ее смогу выращивать. Круто. Ну, а мы перевязываем изолентой вот это все. Починили. Красава. А, и двери сразу открыли. Ну, как бы мы починили дверь. Потому что она была здесь закрыта. А эта штука управляет дверьми. Утечка электричества, значит, где-то в другом месте у нас. Что ж, побежали. Опа-ля. Я надеюсь найти здесь... Вот, кстати, бананы. Срубить можно. Хо-хо-хо. Давай срубим. Реально бананы собираю. А семечки будет? Семечка. И семечка банановая есть. Давай пожрем бананы. Ёлки-маталки. Ха! Я так долго не ел бананов. А теперь вместе с кожурой зажую. А клубник это красота какая-то. Посмотри. Ммм, какая она выглядит-то сочная. Я бы ее прям съел. И вон еще кустик клубники растет. Давай захомячим. О, да. Райское наслаждение. Пойдем еще одно банановое дерево срубим. И непонятно, как все это не завяло. Видимо, люди убежали отсюда, ну, недавно. Относительно недавно. Хотя даже если бы и давно они убежали, воды здесь достаточно. Но только вот опрыскиватели не работают. Вот еще одна записка. Посмотрим. Все стихло. Охрана до сих пор патрулирует территорию на своих смехотворных гольфкарах. Создавая иллюзию порядка. Говорят, рафтеры выпустили каких-то крыс. А еще они снабдили своих ботов дворецких электрошокерами. Наверху какая-то идиотская партизанская война. Мы чиним лодку. Только двигателя нет. Мальчик с плота предложил взять двигатель с гольфкара. Неплохая мысль. Капитан Тулей с инвесторами до сих пор в башне. Я бы оставил их гнить там. Рубен. Слушай, ну учитывая, что этот мальчик предложил взять двигатель от гольфкара, это точно тот пацан с того острова, который хотел улететь на Луну. Читож, двигаемся дальше. Я нашел. Я нашел, кажется, откуда у нас утечка. Клейка лента у меня же есть. А, нету. Я ее потратил, типа, все уже. Ну что ж, тогда на выход. Сюда из песней. Ого, лесенка. Это обнадеживающе. Еще одна лесенка и в город. Ура! Я выбрался. Я выбрался. Хо-хо-хо, мы в городе. Только мне вот это вот не нравится. Это робот дворецкий с электрошоком. Давай мы его попробуем завалить. Я, конечно, не знаю, пробьем мы металл нашим луком или нет. Он, кажется, идет меня электрошоком бить. Чертов. Робот. О, сломал. Получено достижение. Забираем с него стрелы и, возможно, что-то ключ-карту получил. Значит, не зря. Не зря, не зря, не зря. Ерор. А, погоди. То есть он еще может и перезапуститься, наверное. Или он все, он того уже окончательно. Еще один робот. Ну ладно. Пойдем, если что, я буду кия-кунг-фу показывать этим роботам. О, а это гольфкар. Это те самые гольфкары, на которых полицейские патрулировали город. Знаешь, я чувствую себя каким-то дикарем, который нападает на роботов. Но я думаю, что ты хочешь мне помочь? Он говорит, что я могу помочь. Не долбит меня электрошокером. Нифига себе. Не, мне такая помощь не нужна. Нафиг, я лучше убегаю. Я убегаю. Что тут у нас? Можно зайти? Нет, нельзя. Заперто. Заперто, заперто. О, здорово. Не подходи ко мне. Получай. Еще. Ну когда я тебе уже монитор разобью? Готовченко. Что у тебя есть? Еще одна ключ-карта. Так. Ключ-карта. Ммм. Ну здорово, что мы смогли проникнуть внутрь. Здесь заперто. Что, на лифте? Всего одна кнопка. Все остальные повыдирали, видимо. Поехали. А мы были на нулевом, да, этаже? Наверное, да. Что, поднимаемся на восьмой? Музыка даже еще играет. Обалдеть. Тинь-тинь. Типа, приехали, выходи. Посмотрим, как люди тут жили. А жили они, я тебе хочу сказать, очень недурно. Лухари, жизнь была у них тут. Нифига себе, несколько комнат. Обалдеть. А я на плоту, значит, там, на раскоряку, да? Жалко, холодильник нельзя открыть. А вот ящички, пожалуйста. Кокос. Ванная комната. О, это что у нас? Жетон для торгового автомата. Возьмем. Может, мы что-нибудь в нем сможем купить. Лента клейкая. А здесь у нас запечатана дверь почему-то. Но для нас это не преграда. Опа. Сейфик. Еще одна лента. Она явно нам где-то пригодится. Ну что, давай вскрывать этот ящик. Биотопливо, взрывной порошок. Титановая руда. Шарнир. Дорого-богато, я тебе хочу сказать. Короче, тут есть возможность через лёджью выбраться еще повыше. Вот так вот залазишь. И ты на крыше. Только я не понимаю, что здесь делать на этой крыше. И наконец-то рассвет. Хоть можно посмотреть на этот город. А там такая большая птичка летает. Или это чайка? Вот в этой башне сидел лидер этого города. Ну, то есть капитан. И нам бы туда надо бы залезть. Ох ты, ты посмотри. Да тут можно на зиплайнчике порассекать. Как думаешь, я туда смогу перепрыгнуть? Ну-ка. Ну, в принципе, вполне реально. Но рисковать не хочется. Ладно, давай попробуем. Ох. Фух. Это было немножечко очково, но... Я просто боялся упасть. А если бы я упал, я бы погиб. Ну что, теперь давай позиплайним. Ёлки-палки. У-у-у. Ага, теперь нам нужно перецепиться вон на тот зиплайн. Это надо сделать очень аккуратно. Вот так вот прыгаем. Ау-у-у. О, это было больно. А, еще и сзади по жопе. Чертов. Робот. На тебе. Ёлки, бежим. Здоровья не ахти. Капец был. Фух. Я выжил. Я выжил. Каким-то чудом, я не знаю. Давай мазькой помажемся. Я так этого боялся упасть с этих высоток. И в итоге грохнулся. Ну, ёлки-палки. Быстренько, быстренько, быстренько. Забегаем сюда. Дверь закрываем. Закрываем дверь. Он же по-любому не сможет открыть эту дверь. И поднимаемся снова на восьмой. Попыточка номер два. Сейчас надо просто грамотно перелететь. О, я хотя бы ни на самый низ упал. Попыточка номер три. Третья должна быть успешная. Я сейчас знаешь, что сделаю? Я сейчас просто как там зацеплюсь за вот этот бортик. Аккуратненько. Если получится. О, о, о. Зацепился. Фух. И теперь снова зиплайнем. Наконец-то. Получилось. И всё это ради вон того чемоданчика, по всей видимости. Давай посмотрим, что в нём. Ну, такое себе. Не стоило оно того. Ничего, как будем спускаться? Можно на балкончик шлёпнуться, да? Но двери тут не работают. Попробуем тогда перебраться на другую лоджию. Оп, оп, аккуратно, аккуратно. Вот сюда залезем. Посмотрим, что тут у нас. Тут, в принципе, тоже ничего. О, ещё один чемоданчик. Ну, отсюда теперь только вниз, наверное. Можно ещё вот сюда запрыгнуть, конечно. Но толку от этого ни ку-ку-гу. Ух ты! Барбер! Щоп! Похожи! Мы сюда сможем зайти? А, он не работает. Слушай, я пока тут ходил, увидел клубни пустые. Может, тут поискачу? Нифига тут нету. О, кстати, я же рядом со своим плотом. Ха, прикольно. Здорово, лама! Как там дела? Есть что пожрать? Ну, травка вроде растёт, и слава богу. Пойду-ка я схожу вот сюда, где написано EXIT. Может, я как-нибудь что-нибудь здесь смогу сделать. Использовать. Ух ты! Ух ты! Мы вышли из бухты! Круто! Мне нужно вот сюда свой корабль подтащить. У меня как раз уже весь рюкзак забит. Наполняем бутылку воды, потому что я всё израсходовал. Из питья у меня остался только арбуз. Ну, приветики мои сладкие! Как у вас тут дела? Всё нормально? Яйца несутся. Шерстью ламы растёт. Жрать есть. Пойду посмотрю, что с пчёлами. Пчёлки в этом... Ух ты! У них мёд тут прям вон! Вон! Давай собирать его. Теперь я могу делать из этого биотоплива. Ну, или просто жрать. Знаешь, что хочу? Знаешь, что хочу? Картошку вот эту собрать. И посадить здесь клубнику. По крайней мере, попробовать это сделать. Да, сажается. А бананы я посажу, наверное, сюда. Не, бананы сюда не сажаются. Им нужна большая грядочка. Ну, а большую грядку давай здесь вот прям посередине поставлю. Ради эксперимента. И попробую банан туда воткнуть. Ну-ка. Да, банановая семечка. Именно сюда его нужно было садить. Видимо, будет огромное дерево тут у меня. Давай польём. Я посадил здесь, потому что боюсь, что чайки могут ещё и бананы утащить. Хотя они для них очень большие. Я вот что подумал. А можно что-нибудь из бананов сварить? Как ты думаешь? Это сюда не подходит. Ммм. Только коктейльчики. Бананы подойдут только к коктейлю. Давай попробуем вот сделать 4 банана. Так, а как мне теперь эту штуку-то запустить? Сюда, может, тоже дрова надо положить или что? А, сюда батарейка нужна. Всё ясно. Подождите-ка. Сейчас я поставлю её. Давай отсюда свистнем. Тут батарейка всё равно полугохлая. Вставляем. И начать готовить. Ого, как всё это дело делается прикольно. Готово. Ну, вроде выглядит не чёток. Нужен стакан. Пойду стакан делать. Для стакана нужно стекло. А, кстати, у меня стекло есть. Я его в большом количестве нашёл. Ага. Если стакан пуст, то его нужно налить. Я вроде как собрал жидкость оттуда. И получилось... Ну, блин, 4 банана превратились в объедки. Ну, капец. Мне так жалко этих 4 банана. Ну, бананы за вас тогда. И ещё так просто закушу. Я, кстати, знаешь, какой коктейль могу сделать? Базобитый кокос. У меня всё для этого есть, значит. Вот кокос, 3 штуки и свекла. По крайней мере, рецепт такой. Давай, готовься. Ну, чё там, бармен? Долго мне ещё коктейль ждать мой? Ух ты! Это похоже на какой-то борщ, слушай. Или на арбузный сок. Или на свекольник. Ну, короче, забираем. И вот он мой свекольный коктейльчик. Как он там называется? Взбитый кокос. Ха-ха. Ну, здорово. Давай теперь запускать нашу развалюшечку. Задний ход. Поехали. Надо же подъехать к нашей сделанной пристани новенькой. Вон она уже ждёт нас, заждалась. Полный вперёд. Кстати, и тут тоже проход можно было, скорее всего, открыть. Но я почему-то выбрал тот. Проплыли, проплыли. Всё из-за того, что я жрать захотел. И не могу быстро бегать. Мой долбанный желудок просрал всё. Сейчас ещё банан сожру. Так, задний ход. Задний ход. И сейчас будем якорь сбрасывать. Ну-ну-ну-ну-ну. Всё, кажись, приплыли. Даже. Бросаем якорь быстрее. Всё, выключаем. Смотри, как чётко. Мне теперь даже по воде плавать не нужно. И сразу сюда заходишь. Ну, круто же. Ну, чё, я думаю, что на сегодня это всё. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк. Блин, я опять жрать хочу. Пойду, там мясо приготовлено поём. В общем, не забудь поставить лайк, написать комментик. И подписаться, если ты этого ещё не сделал. И тогда мы точно увидимся с тобой на следующем ролике. Так что до встречи. Увидимся в новом видео.